Приветствую вас и со своей стороны хочу сказать, что то, что происходит у вас, это обычная стандартная проблема, бытовая проблема. У вас есть прошлое, у мужчины есть прошлое. Мужчина убежден, что вы такая чистая, девственная, непорочная во всех отношениях и негативно реагирует на то, когда оказывается, что это, мягко говоря, не совсем так. И вот как раз проблема в том, что мужчина сам для себя адаптируется в отношениях с вами. Адаптируется в каком смысле? Ему сложно принять, что кроме него у вас кто-то был еще. Да, у вас никого не было, да, он вас не интересует, другой мужчина, но ваш настоящий мужчина, любимый, он, как бы это сказать, жил с мыслью, что он один во вселенной для вас. И ему было достаточно серьезным ударом по куб гордости тот факт, что это не так. И он понимает, что это нормально, что у вас до него была жизнь, ну что там все такое прочее, он понимает. Но все равно ему это было неприятно. И именно потому он забыл об этом, когда прошел, прошел эффект, прошло эмоциональное переживание, он забыл. Потому что это не стоит того, чтобы о нем переживать. Отвечая на ваш вопрос, ужасно ли вы девушку, ответ отрицательный, нет. Вы не ужасная девушка, напротив, вы очень уверенная, преданная, но в своем письме, у меня, когда вы писали свое письмо, у меня отважилось впечатление, что вы оправдываетесь. Вы оправдываетесь перед нами, вы оправдываетесь перед мужчиной, вы оправдываетесь перед самой собой. Вот этого делать не нужно. По факту, в чем вы виноваты? Ни в чем. Вы сделали что-то плохое? Нет. Вы как-то обижали своего мужчину? Нет. Вам необходимо установить личные границы, какого плана? То, что мужчина так среагировал, это не ваша вина, это его проблема. Это его реакция и его чувства. То, что это его задело, целиком и полностью ответственность мужчины, а не ваше. Вы ничего плохого не сделали. И это нужно понимать, что проблема реакции на то или иное обстоятельство, проблема реакции, это проблема каждого грабельного человека. Если один и тот же человек на две разные ситуации реагирует по-другому, по-разному, а на одну и ту же ситуацию два человека реагируют тоже по-разному, то это означает, что все зависит от их реакции. От реакции людей. И вы не можете нести ответственность за чужую реакцию, если умышленно не преследовали цель сделать человеку неприятно, больно, оскорбить его, унизить и так далее. Вы этого не делали, значит вы ни в чем не виноваты. Вот перестать оправдываться, перестать нести ответственность в большей степени за других и нести ответственность лишь для себя, это то, что вам нужно сделать. Вы не можете отвечать за реакцию других людей, вы не можете всего предвидеть в отношениях с другими людьми, потому что это невозможно. И, соответственно, вам нужно лишь делать так, чтобы целенаправленно никого не обижать, но случайно все равно обиды будут, случайно все равно вы будете как-то кого-то задевать. И потому нужно сказать, чтобы к этому вы относились спокойно. То есть, да, случилась какая-то невырядница, извинитесь, но не более того, вы не виноваты, что человек реагирует именно так, а не иначе. И не важно, кто это, мужчина, ваша или кто-то еще, важно то, что он реагирует определенным образом, и это его проблема. Дальше. Ну вот, вам коллега сказал, что есть проблема в том, что ваш мужчина роется в вашей переписке. Если честно, я вынужден с ним не согласиться и сказать, что это нормально, что люди, которые верят друг другу, не имеют тайн, не имеют секретов, но только при условии, если мужчина тоже дает вам посмотреть свою переписку. Если он этого не делает, если свою переписку он скрывает, свое вообще что-то оставляет недосягаемым для вас, но при этом с вашей стороны требует полной прозрачности, вот это плохо. Эта проблема не равенства в отношениях, это проблема недоверия в отношениях, и ее, эту проблему, нужно решать. Как? Только путем борьбы за свои интересы. Только путем установления личных границ. Понимание того, что в вашем праве поступать так, как вы того хотите сами, а в праве мужчине поступать так, как хочет он. И если он хочет, чтобы вы что-то для него сделали, то он должен что-то сделать для вас. Такой. Потому что в отношениях либо есть взаимность, либо этой взаимности нет. При отсутствии взаимности начинаются проблемы, ссоры, скандалы, недопонимания. И вот вам нужно заботиться о том, чтобы мужчина был с вами взаимным. Если он взаимно что-то делает, делайте это, что он делает, не думая о чем. Если только от вас требует, значит этого делать не нужно. Потому что односторонние отношения никогда никому счастья еще не приносит. Вот примерно таков ответ на ваш вопрос. Надеюсь, помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Всем пока.